Бля, взрослым вообще похуй на твои увлечения, когда ты ребенок. Я говорю маме, я говорю, мам, я хочу костюм Человека-паука. Она говорит... Тебе 16. Давай костюм на выпускной, 9 класс закончил, как-никак. Короче, я попросил костюм Человека-паука и родители... Вот я просто... Я никогда не видел, что кто-то так забивал хуй. Вот про... Блядь, сука, ебный в рот. Колготки. Какие нахуй колготки? Я говорю, купить его целый. Мама говорит, сделаем сами. Я говорю, блядь, ты... Так только у Питера Паркера получилось сделать. Хорошо, его не сможете. Они такие, сделаем. И просто, вот просто, я иду с ней весь день по магазину. Я прям представляю, как мой Новый год идет в пизду в режиме онлайн. Она покупает мне синие колготки. Я подумал, ну ладно, хорошо. У Человека-паука-спандекс колготки в целом подойдет. Она покупает, блядь, красную водолазку, отрезает от нее рукава. Говорит, это будет перчатка. Ты будешь же играть матку в жизнь здорово. Я матка. Не совсем здоровая, конечно, но... Все вот так водолазку натягиваю. Ой-ой-ой. Короче, и она обрезала. Сука, блядь, как я ненавижу этот день. Ебный в рот. Я столько пытался его забыть. И типа красный, блядь, этот, сука, жилетку. Поняли? Жилетка вот такая. И она взяла... У меня была резиновая игрушка с пауком. Просто паук, резиновый паук. Она взяла и прихуячила его просто. Резиновый, блядь, паук. Вот тут у меня на груди на моей жилетке, на моей ебаной. Колготки синие, блядь. И она отрезала рукав от водолазки. Половина пошла на перчатки, а половина сюда, на сапоги, типа. И у меня, короче, есть, блядь, синие колготки. Рукава от водолазки тут, рукава от водолазки тут. черные ботинки, блядь, белые носки. И этот Новый год идет просто в пизду. Я не понимаю. Она говорит, блески эти, дождик, дождик, дождик сделаем типа паутины. Я говорю, бля, женщина, делай еще что хочешь. Вообще этот Новый год идет в пизду. И она, мы идем дальше, я все, осталась маска, я подумал, блядь, что она ведро раскрасит, я не знаю. И она берет маску, внимание, медузы-горгоны. Я говорю, я говорю, мам, блядь, это медуза-горгона. И она такая, так у тебя дед художник, он покрасит. И у меня дед ацетоном снял лицо медузы-горгона. И нарисовал. Не сдерживай слезы, все в порядке. Не сдерживай слезы. Я стою в этих, блядь, я стою в этих колготках пиздерских. Я не знал тогда это слово, но я именно так себя чувствовал. Но тогда впервые услышал его. Да. Мне это отец сказал. А твой отец, кстати, мама такая, вот, кстати, Дед Мороз, твой отец просто в красной ткани, и у него тут бумага А4 белая, типа борода. И он такой, меня мама собирала тоже. Вот я, Человек-паук. Ой, Дед Мороз. Они, короче, они взяли маску медузы-горгона, и у нее прям реально вот, типа, сука, медуза-горгона, ебный рот. У нее вот прям змеи вот тут. И они просто на похуй покрасили это красным цветом и нарисовали паутину. У меня прорезаны глаза, оба глаза, нос, у меня прорезан рот, и у меня вот здесь лоб бугристый. Как будто это Человек-паук с пиздец серьезными заболеваниями кожи, что у него прям вылезает все. Мне кажется, это расстроился. Я такой, почему я не полюбил кота в сапогах? Чтобы было намного лучше. А просили ли тебя стихотворение? Просто как звучит от такого персонажа? Стихотворение знаешь какое? Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. У тебя нет никакой фотографии этой? Ну, только отпечаток в памяти, если что. Блин, ты будто Афган прошел. У тебя такой взгляд. У меня реально по ТСР после этого костюма. Ира тоже много носит, много костюмов восточной танце. У меня были красивые костюмы с камнями. Вау. Не то, что у тебя, Илюх. У меня не с камнями, но я мог превращать в камень. Я пришел, короче, на утренник вот с медузой горгоной. Все начали каменеть. Преподша вырезала себе глаза, потом мне отрезали голову. Я до сих пор, когда хожу по улицам, я в детстве так делал, я сейчас так делаю. Я представляю, как бы я передвигался по городу, будь я человеком-пауком. И я в поселке жил, это так обломно было. Там у Человека-паука проблема в комиксах, что паутина постоянно кончается. У меня бы до жопы была паутина. Там она не нужна вообще. Вечно бы электричество обрубал бы в деревне. В проводах запутался. Я такой, да, Человек-паук опять ведь запутался. Водонапорную башню повалил, неделю нет воды. Кто такой Человек-паук? Да вот тот уебок в маске медузы горгона. Это ж нужны враги реальные для Человека-паука. Ты бы просто развлекался, летал по деревне, или ты представлял реальную угрозу поселку? Да, да, да. У меня школа взрывалась каждые два дня, наверное. Там кого-то пытались убить. О, сколько женщин я спас. Вы бы знали. Ты про котят? Про котят? Котят спасал, типа. Ариана нашла на улице трех котят. Могу рассказать эту историю. Давай. В общем, я нашла, я шла от стоматолога, и я просто увидела трех маленьких котят. Они сидели у какого-то забора, точнее, внутри. Вот гараж состоял из забора. Я долго постояла около них, поняла, что их матери нигде нет. Думаю, все, надо точно их забирать. Выходит женщина, открывает мне этот забор и говорит, это моя кошка их родила, а мать их, вот что с ними сделала, мать-кошка. Она от них отказалась практически моментально, она их выкидывала с балкона, с их дома. Закрой балкон. Просто, ты знаешь, что у тебя кошка делает? Закрой балкон. Ну, я думаю, кошка открывала. Ты не знаешь, что такое очень сильно не хотеть детей. Да, я знаю, у меня мама костюм Человека-паука сделала. Я знаю, что такое не хотеть детей. Кстати, один из них был в ебанском костюме, один из котят.